Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителей». С вами я, ее ведущая, Мария Бодрова. Сегодня предлагаю прислушаться к мнению аналитиков в сфере хай-тек индустрии. Что ждет нас из новинок в 2015 году? Разберемся в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для этого в зависимости от вида платежных систем пользователю необходимо либо оцифровать свою банковскую карту, ввести данные вручную или сфотографировать, либо, установив специальное приложение, превратить в кошелек свой номер мобильного телефона, с которого и будут списываться деньги после покупки. Само собой, чтобы воспользоваться всеми плюсами мобильных платежных систем, надо будет иметь на руках смартфон, оснащенный специальными, к примеру, NFC-датчиками. Стремительное развитие мобильных платежных систем неизбежно приведут к появлению нового вида кибермошенников, которые, как заверяют специалисты, смогут совершать кражи, просто находясь рядом с платежным устройством или даже со смартфоном пользователя. К счастью, в ответ на это на рынке уже начали появляться различные виды стелс-одежды и аксессуаров, которые при хорошем раскладе они должны получить распространение в 2015 году. Конечно, самым простым вариантом для хранения и защиты пластиковых карт и гаджетов были останутся кошельки. Их уже сегодня можно носить в продаже в зарубежных интернет-магазинах. Однако особый интерес у покупателя может вызывать верхняя одежда, куртки, сумки и даже джинсы, способные блокировать беспроводные сигналы. Так как специально разработанные материалы и ткани не шифруют, а именно блокируют всевозможные сигналы, помещенные в карман такой стелс-одежды, пластиковые карты и гаджеты будут надежно защищены, хотя бы потому, что взломать такую одежду попросту невозможно. Не исключено, что этот год привьет гикам моду еще на один аксессуар – очки виртуальной реальности. Кроме того, что разработчики наконец-то выпустят на широкий рынок проекта долгостроя Oculus Rift, они обещают поразить пользователей еще двумя проектами. Так японцы планируют удивить игроков шлемом виртуальной реальности, способным работать в тесном сотрудничестве с джойстиком для игровой приставки. Не поскупятся на новинки и американские разработчики. В их планах выпустить на рынок очки, способные работать с самыми разнообразными контентами – от пользовательского игры, фильма и видеозвонки до профессионального, и быть при этом полностью автономными, то есть независимыми от подключения к смартфону или планшету. И хотя точные сроки выхода всех этих устройств пока неизвестны, несколько мировых кинопроизводителей уже в 2015 году обещают добавить поддержку виртуальной реальности в своих новых фильмах. Еще одним трендом наступившего года могут стать технологии распознавания речи. Еще в декабре 2014 разработчики всемирно известного сервиса Skype предоставили публике первую версию системы перевода разговорной речи в режиме реального времени. Разноязычные пользователи сети впервые получили возможность свободно разговаривать друг с другом, не отказываясь при этом от своего родного языка. На очереди очередные новые введения. В 2015 уже существующий сервис получит поддержку дополнительных языков и обзаведется мобильным приложением, способным мгновенно переводить голос пользователя. Не исключают аналитики и возможности появления конкурирующих сервисов. По крайней мере, американские разработчики уже о таком желании заявили. Более того, в скором времени они готовятся выпустить приложение, способное моментально переводить текст, будь то уличных вывесок или газет на язык пользователя смартфона. По прогнозам аналитиков, уже скоро скачок в развитии могут совершить и самоуправляемые автомобили. И хотя запуск полностью автономных транспортных средств все еще влечет за собой множество технологических и законодательных проблем, у полуавтоматических технологий автопилотирования есть все шансы выйти на рынок уже в 2015 году. Руководство Google уже заявило, что готовы к испытаниям своих авто на реальных дорогах. Что касается автопроизводителей, в этом году они планируют сделать упор на использование систем адаптивного круиз-контроля, способных автоматически поддерживать заданное расстояние до едущих вперед авто и помогать водителю во время парковки. Новая веха развития ждет и автономный воздушный транспорт, который, в общем-то, и транспортом назвать сложно. В 2015 году дроны и беспилотники смогут все чаще удивлять пользователей. Судя по сообщениям Федерального авиационного управления США, только в Америке на текущий момент уже подано более 167 заявок на реализацию коммерческих проектов с участием дронов. Еще более сотни заявок будет подано в течение 2015-го. Планируется, что крупные интернет-магазины, как и прежде, будут использовать необычные летательные средства для доставки товаров. В свою очередь, страховые компании смогут использовать дронов для проведения проверок на местности, а промышленные корпорации для контроля за сверхзащищенными объектами. В России отечественные компании уже делают первые шаги в этом направлении. Так, одна из крупнейших в России сетей по доставке пиццы уже более полугода использует дронов для доставки клиентам своей продукции. Не за горами и новые правила доставки почтовой корреспонденции. Курьерские службы и почтовики уже заявили о своем желании доставлять подсылки и письма по воздуху. Надеемся, что какие-то из этих новинок все-таки увидят свет в 2015 году. А мы встретимся с вами гораздо раньше. До скорой встречи. Пока.